Да, вегрозного кольца, да. Ну, я его отмечу вот такими вот темными потемнениями, да. Если он выпячивается где-то с этой стороны или сбоку, в принципе, это не опасно, он не передавливает никакие нервные корешки. Но, как правило, у нас позвоночник устроен так, особенно в поясничной области, что вот мы сгибаемся вот так вот в эту сторону, да, или вот. И выпячивание идет сюда. То есть, что происходит? Смотрите, если позвонки соединятся вот так, то оно выпячивается в эту сторону, правильно? Когда мы нагибаемся, вот там перед у нас, там зад, да. Когда мы нагибаемся, особенно неправильно, выпячивается назад. И это чаще всего происходит. Выпячивается-выпячивается, пока там 2-3 мм, это может быть, или там полмиллиметра, не страшно. Он не задевает, наверное, корешок. Но выпячивание исправить нельзя. Вы тоже не слушаете вот этот миф, когда там банками кто-то там потер и все убралось. Или там мышцы накачал, и все убралось. Что они при операции? При операции они его отрезают. Но операции еще, операции тоже не нужно делать сразу по первому. Когда уже запущена стадия? Когда он уже настолько давит, что он практически вот, где-то там провис. Когда уже растет уже, да? Да, пережимает вот этот вот нервный канал. Но более того, даже еще и до этого, до этой ситуации, еще бывают другие ситуации. Когда у нас идет разрыв, и вот это фиброзное кольцо, фиброзное кольцо, оно у нас начинает выливаться наружу. Порвался. Понимаете? Это еще более дегенеративный процесс, который необратим вообще никак. Когда делают операции, сейчас новые операции, есть такие, в Израиле делают, да и у нас делают. Проходит тонкая игла, прямо туда, вот в это вот пульпозное ядро. Нет, именно в пульпозное ядро. И жидким азотом оно там выпаривается. И обратно через углу, обратно выходит газ, да, высасывается. Таким образом она как бы втягивается. Вот выпячивание это, представьте, полиэтиленовый пакет. Вы пальцем его надавили, он выпечился, да? Потом как вы его не распрямляете, обратно оно не втянется никогда. Фиброзное кольцо, оно тоже обратно, по сути, никогда не втянется. Только за счет вот этого вакуума образовавшегося, он туда входит. Массаж, что лишнее они это затягивает, а остальное, 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 не втянется. Не, они затягивают, оно само затягивается. Тут же вакуум образовался, оно туда втянется немножко, как прижалось, да? Такие методы можно использовать достаточно часто. И в принципе люди живут с грыжами и 70, и 80 лет, и 150 лет могут прожить. Да, если использовать эти методы. Все, что мы делаем на массаже, расслабляя мышцы, да? А я уже говорил, что вот тут идут мышцы, которые везде. И здесь, и здесь. Они постоянно вот это вот сжимают. Тем более, если мы их накачиваем, как многие говорят, как тебе надо, мышечные кости накачать, то что происходит? Они же сжимаются, мы же и штангу там поднимаем, или еще что-то. Мы их наоборот сжимаем, то есть усиливаем грыжу. Методы расслабления какие? Растяжение. Точки? Ну, точки, да. Потом вверх ногами провисеть. Есть такие специальные столы с обратной инверцией, когда человек крепится за специальными ногами. То есть вверх ногами провисеть. Да, вверх ногами. Его стол так вот вращается в такую плоскость, например, ноги то вверх, то вниз, там с определенной скоростью. И когда он лежит вниз, и вот такие вот движения происходят, стола, тело, позвоночник потихонечку раз-раз-раз, растягивает, да. Отпускаются вот эти вот блокады. Поэтому, когда у детей все так же вверх ногами, у них все хорошо с позвонками. Ну, у детей это да, у них по-любому хорошо все. Обязательно, когда вы великому рекомендуете, например, потянуться, растяжку сделать, да, просто так висеть на турнике, это хорошо, но это недостаточно. По сути, разгружается только средняя часть позвоночника. Вверху мы ее держим лопатками. Ну, сами поднимите руки, вы посмотрите, как у вас лопатки уже не приблизят. Только вот здесь, эта часть, она расслабляется, и действительно. До этой части, да. Ниже тоже не расслабляется, когда вы висите. Да, вот эта часть приблизите. А, вот эта, да? Да, 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 вот ты показываешь, правильно, да. Вот эта часть примерно у нас расслабляется. Да, попробуйте, понимаете? А внизу, чтобы ноги держать, у нас организм только устроен, он автоматически раз, и сковывает эту поясницу. Еще раз сковав это место, только более усиливается, понимаете? Так что висеть надо вверх ногами. Есть специальные инверсионные ботинки, ну, по сути, это такие крючки, которые вот сюда цеплятся, и ими зацепляются люди на затурник, и тогда полностью позвоночник расслабляется. Есть еще такой способ, как доска Евминова, когда просто по некоторым углам к стене крепится доска такая двухметровая, и вы на ней можете полулежа, получается, держаться либо руками, либо ногами, ногами держаться, да. И там такая фокал-гимнастика, она тоже достаточно легенькая, именно смысл в легкости и в микродвижениях. То есть вы немножко там поворачиваете там таз, чуть-чуть там плечи, да, и потихонечку на этой доске за счет своего веса, да, и сила тяжести, да, у вас начинают разгружаться вот эти вот мышцы. Далее смотрите, от чего происходят боли. Если плотозное ядро вытекло, оно само умеет, является химическим раздражителем для вот этих вот тканей, которые тут находятся, ну, только мышцы там тканей. То есть сами ткани, они начинают раздуваться, они уже болеют. Таким образом они давят еще больше на этот нервный столб, понимаете? То есть нам надо давить. Есть еще другие способы, которые, там, 30 препаратов, в них ходят, игла еще втыкается, там, вот эти ткани, и они расслабляются, анестезируются. Либо еще есть дальше дегенеративный процесс, когда у вас уже куда-то все лопнуло, да, и еще осколочки от этого фиброзного кольца, они еще куда-то вот уходят. Понимаете? Еще сами осколки начинают резать и мышцы, и нервы. Происходит до такой степени, что нерв, нервный корешок, да, который идет, он раненый получается. И он начинает сохнуть, он начинает гнить. Таким образом происходит вообще необративные процессы, когда у человека... Пусть как-то недавно поддавила его, наверное. Когда у человека не только немеет нога, да, вот она немеет еще на этом уровне, а тут она уже у него поднимается, парализуется. Восстановить это уже практически невозможно. Нервный корешок убит, понимаете? Вот до этого никогда нельзя доводить. Поэтому будьте грамотны. Во-первых, ни закачка мышц, ни какие-то убирания нашими техниками, они не убирают грыжу. Убирается мышечный каркас, расслабляется. Вот эти все наши повороты, они работают именно на мышечный каркас. Как правило, вот я помню тебе сразу позвоночник, он имеет такую форму сообразную. Копчик. Вот тут череп. С челюстью и с глазом. Вот. Соответственно, вот грудной отдел, да, шейный отдел, поясничный отдел и там, здесь я спошел. Значит, на грудной отдел мы воздействуем вот с этой стороны. Силу преподобного. Понятно? На поясничный отдел у него и так гордоз. С этой стороны силу преподобного. И на шее, по идее, тоже надо с этой стороны преподобного стилу. Но, здесь мы ее вращательным добавляем. Нарисую такую спиральку, да? И здесь вращательным добавляем. Понятно? То есть, одновременно и вращение, и растяжение. Соответственно, вот эти части мы растягиваем вниз. Да? С этим вращением. Вот то, что мы показывали на скручивание, да? И здесь мы делаем на шее скручивание, только вверх тянем. Одновременно и скручивание, и вверх. Вот. Сейчас мы будем проходить вот эти вот воздействия. Еще хочу вам пояснить такой феномен челчка, откуда он, собственно говоря, берется. Так, рисовать или не рисовать? Ну ладно, не буду рисовать. Так рисуйте. В общем, ты будешь сфотографировать, да? Я сфотографирую. Вот. Часто мы при этих мануальных воздействиях на позвоночник, да, испытываем некоторый шелчок. Что мы вообще... Почему это безопасно? Почему я вот так вот беру? Вы вчера видели, да, иногда человека прям хрять, хрять, хруст, хруст. Там они... А на самом деле, что произошло? На самом деле, я всего лишь растянул вот эти мышцы. И мы достаточно мгновенно таким экспресс-методом растягиваем. Так в итоге, от чего берется? Это хруст. Вот. Есть хруст. Хруст бывает трех видов, я считаю. Ну, во-первых, это то же самое, когда вот мы щелкаем пальцами. Он безобидный. Также с костями нашими. Когда сустав из сустава выходит, да, он... Ага. Щелкает. Это щелчок такой. Примерно такой, да? Есть другой хруст. Вот именно щелчок такой получается, как хлопок. От чего он происходит? От того, что вот на самом деле в наших суставах нету никакого воздушного пространства. Правильно? Воздух у нас только есть в некоторых полостях. Ну, там, в бронхах, в кишках, влагалище, легкое, горло. Ну, только вот эти вот открытые зоны, да? Внутри ничего нету. В суставах находится синувиальная жидкость такая. Да, есть такая. Знаешь, да? От двух слов греческих образовалась син, это связка, сустав. А ово, это яйцо. То есть, у меня яйцо туда добавлено, это слово. Синувиальная. От того, что вот эта вот жидкость, которая находится внутри сустава, она такая по консистенции, как яичный белок. 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 И когда мы... Ой, простите. Когда мы оттягиваем сустав, да, тут же нету ничего, образуется вакуум. Вакуум образовался, и из этой жидкости синувиальной туда выходит углекислота. Вот она, мгновенно, пузырьки туда выходят, получается такой хлопок. Обратно вставляем, она обратно впиталась, углекислота обратно впиталась в эту синувиальную жидкость. Понятен процесс? Просто некоторые мифы развивают, что типа там воздух там образуется, или там еще что-то. Учения. Разные люди есть. И на самом деле мир ученых, или даже этих медиков, разделился как бы на два лагеря. Одни говорят, нельзя хрустеть, у тебя образуются артрозы, артриты. Другие говорят, можно хрустеть, наоборот, это полезно. Как правило, правды нет и не в том случае, потому что они все категоричны. Истина находится где-то посередине. Как вы понимаете? Да, некоторые жирные, наоборот, плохо и не тревоги. Да, истина находится посередине, и даже один такой был медик, я не понял, как его зовут, в Америке, ему мама с детства говорила, не щелкай пальцем, не хрусти пальцем, у тебя образуется артроз тридцсуставов. Он проверил сам, на своей собственной жизни, к 80-ти годам доказал, что все 60 лет он одной рукой не хрустел, а другой хрустел. И у него при этом ничего не поменялось, не образовалось никаких артрозов, никаких артритов, потому что... Говорят, что к старости, если хрустишь, то будут руки трясеться. Да, или тремор такой будет. Ничего этого не происходит. Как же в детстве это говорили. Ни тремора, ни артроза, ни артрита. Артроз, артрит это сустав, а тут не сустав, тут как бы вот эта вот жидкость. Да, они даже как бы и даже они не соприкасаются друг с другом. Ну, вот эти вот вещи. То есть, мы даже этому ученому дали шнобелевскую премию. Ну, шнобелевская, это анти-нобелевская, да, за то, что он всю жизнь занимался виновой хрустел пульси и проверял. Но, тем не менее, опыт поставлен. Если этот есть, никакого артроза, артрита не будет. Вот немножко протеременно еще артроз, артрит, это заболевание нашего связочного аппарата с суставом, да, вот здесь, когда идут воспаления. Суффикс, вовремя, это значит, что воспаление локальное. Спондилит, артрит, да. А если, например, ОЗ, это суффикс, да, то это воспаление системное, все системы организма. Артроз, спондилоз, ну, и так далее, все, и так далее, да. Радикулит, тоже вот радикулит, это в конце вот суффикс говорит о том, что это локальное в каком-то конкретном только месте. теперь, про что я хочу рассказать? Ну, я хочу, вы хотите нарисовать просто. Ну, я уже показал на себе, в принципе. Поэтому хрустеть не вредно. И все мануальные техники, которые мы сегодня будем и завтра проходить, они только на растяжение позвоночника. Они безвредны, потому что мы растянулись. Даже если тут есть какая-то ткань, она замкнулась, да, вот в этом месте, защемилась, тут же еще ребра отходят отсюда, там очень много тканей, они все вот так вот перекутанные. Там может что-то угодно, и из-за этого идет боль. Или даже нерв, он как-то зажался, да, и вот в этом позвонке атлант непосредственно пережимаются кровеносные артерии. Они идут вот параллельно вдоль позвоночного столба и в перевходе в череп, в черепную коробку, да, они делают вот такой зигзаг и туда попадают. А вот в атланту у него очень гидные отростки. Если он немножко повернут, он уже, понимаете, пережимает эту артерию. Соответственно, кровообращение нарушено в голове, люди страдают головными болями, ухудшается зрение даже, потому что это, как правило, затылочная часть мозга, она отвечает, как вы знаете, за зрение. Да, кислорода меньше поступает, питание меньше, ну, в общем, мозг начинает и ссыхает. Мозги сохнут. Еще, что мы делали вот этими движениями локтями на спине, дело в том, что есть такие у мышц штучки, которые называются фасции. Слышали про это? Нет. Это такая оболочка идет вдоль мышцы, вдоль, как пленка, практически мышцы, как будто бы в полиэтиленном пакете, да? Да, да. И вот я говорил вам про карманы организма, да? Вот она, эта пленка, она может где-то там загнуться, да? И, соответственно, сюда не поступает уже кровь, сюда не поступает, да? Кровозвращение ухудшается. Поэтому вот этими протяжными движениями, которые мы делаем вдоль позвоночника, ну, не только вдоль, и на ногах, мы, особенно в опаточной зоне, мы вот эту спастую медленно идем, без нажима, растягиваем, распрямляем и сюда, и сюда, вот вдоль вот этих мышц, Понимаете? И здесь вот мы вот эту фасцию медленно такими движениями растягиваем, распрямляем, чтобы убрать все вот эти вот наши вредные карманы организма и таким образом наши мышцы работают нормально. Теперь я думаю, вообще нет никакого вопроса, нужно ли делать людям массаж. Я думаю, нужно делать всем, потому что воля-неволя то это проблема, то и тут проблемы, то вот эти вот проблемы, они у нас всегда возникают. Опять же миф про то, что остеохондроз это какое-то заболевание, которое можно излечить, я надеюсь, развеял, да? Это как адрес, по которому мы живем, он всегда у всех есть, только та или иная степень. Просто не надо доводить себя до вот этих вот уровней, когда все уже полностью деградировало и разрушилось. Согласны? И поэтому клиенту надо это все объяснять и показывать, что тебе массаж обязательно показан, тебе обязательно надо сделать ту или иную методику, Спасибо. Спасибо.